Дни исламского государства сочтены. С таким заявлением выступил сегодня госсекретарь США Джон Керри в ходе своего визита в Тунис. Глава американского госдепа объявил, силы международной коалиции нанесли удар по позициям боевиков ИГИЛ в районе, где находился главный палач группировки по прозвищу Джихадист Джон. Сейчас, отметил Керри, проводится детальная оценка этой операции. Одновременно иракские курды и авиация западной коалиции отбили у террористов стратегически важный город Синжар. Возреватели впервые за много месяцев заговорили о позитивном сдвиге в ближневосточной операции западной коалиции. Победа над ИГИЛ. Так характеризует западная пресса операцию по уничтожению рупора террористов Джихадиста Джона. Ракетный удар по его автомобилю в сирийской Ираке был нанесен беспилотником ВВС США. Факт гибели террориста пока на 100% не подтвержден, но в Лондоне уже заявили, что лидер ИГИЛ по кличке Джихадист Джон мертв. Как сообщил глава британской дипломатии Джон Хэммонд, авиаудар американских ВВС был успешным, цитата, с большой долей вероятности. Конечно же мы делаем все возможное, чтобы подтвердить факт его смерти. И мы верим в то, что авиаудар был успешным. Мы тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами, собирая разведданные о лицах, представляющих непосредственную угрозу нашей национальной безопасности. И когда мы получаем информацию о их местонахождении, мы совместно с США и другими союзниками решаем, как поступать с этими людьми. Настоящий имя террориста Мухаммед Эмвази, уроженец Кувейта, является британским подданным. С 2014 года он неоднократно появлялся на видеозаписях казней заложников. Именно он хладнокровно убивал ни в чем не повинных людей. И вот что сказано в официальном заявлении Пентагона. Американская армия нанесла ракетный удар в Раке, в Сирии, 12 ноября 2015 года. Целью удара был Мухаммед Эмвази, также известный как Джихади Джон. Эмвази, британский гражданин, участвовал в видеосъемках убийств американских журналистов Стивена Сотлофа и Джеймса Фоули, американского гуманитарного работника Абдула Рахмана Кессига, британских сотрудников гуманитарных организаций Дэвида Хейнса и Алана Хеннинга, японского журналиста Кензи Гото и ряда других заложников. На первых видеозаписях Эмвази был в маске, однако позже появлялся в кадре и с открытым лицом. В Вашингтоне сообщили, что передвижения боевика, цитата, тщательно отслеживались в течение некоторого времени. Если информация о гибели Эмвази подтвердится, это будет серьезный успех в борьбе с исламским государством. По мнению экспертов, он станет победой гораздо более ощутимой, чем авиаудары по малопонятным объектам. И сегодня же завершилась успехом операция по освобождению города Синжар на севере Ирака от боевиков ИГИЛ. Подразделения курдских ополченцев Пишмерги при воздушной поддержке авиации США вернули контроль над центром Синжара утром пятницы. Над городом уже реет курдский флаг. Силы западной коалиции начали одновременное наступление с Востока и Запада. Сейчас в отдельных частях города еще слышна стрельба, часть боевиков ИГИЛ еще оказывают сопротивление. Под контролем террористов Синжар находился более 15 месяцев. Эта территория обладает стратегическим значением, поскольку через нее проходит важная автотрасса, соединяющая Ирак с Сирией.